Большой общественный резонанс в Грузии вызвало неожиданное самоубийство молодого человека, который покончил с собой в одном из парков Тбилиси. Семья скончавшегося утверждает, что до суицида Мамуко Микаутадзе довели представители правоохранительных органов. В МВД Грузии отвечают, что выводы делать пока еще рано идет следствие. Скандальное дело под личный контроль взяли на себя аппарат омбудсмена Грузии и представители правозащитных организаций. Подробности в репортаже корреспондента РТВ в Тбилиси Марты Ардашелия. Вдова 36-летнего Мамуки Микаутадзе требует найти и наказать тех, кто довел ее мужа до самоубийства. По словам Зизи, незадолго до смерти Мамука связался с ней по телефону и сказал, что теперь ей придется одной растить детей. Супруг также рассказал, что ему подбросили пакет с марихуаной, а позже в отделении полиции под пытками заставили дать показания против друга, якобы дилера. Ему сказали, нам нужны твои показания, чтобы поймать дилера. Муж отказался говорить. В ответ ему пригрозили девятью годами тюрьмы, а затем начали избивать. Ударили со всей силы так, что он отлетел к стене. И продолжали бить. По словам членов семьи, оказанного при допросе физического и морального давления Микаутадзе не выдержал. Сначала он решил утопиться. После неудачной попытки повесился. Возбуждено уголовное дело. Эксперт, нанятый правозащитными организациями, зафиксировал на теле погибшего следы пыток. Дело под личный контроль взял народный защитник Грузии. Правозащитники говорят, версия вдовы погибшего, скорее всего, соответствует действительности. Мы попытаемся восстановить цепочку трагических событий. Будем информировать общественность о проделанной работе. У каждого из нас появились подозрения, что Микаутадзе стал жертвой нечеловеческого обращения. И, скорее всего, именно это послужило причиной возможного самоубийства. Мы позаботимся о том, чтобы виновные сотрудники МВД понесли наказание. В Министерстве внутренних дел от телевизионного комментария отказались и ограничились телефоном разъяснения. Здесь заявляют, что по делу уже допрошены 8 сотрудников отделения полиции. Глава ведомства Иракли Харибашвили сегодня посещал Западную Грузию, где столкновение с масс-медиа удалось избежать. Зато министр юстиции решила выступить. Министр внутренних дел ведет активную борьбу с так называемым синдромом безнаказанности в правоохранительных органах. После того, как следствие по делу завершится, и мы выявим виновных, все они будут наказаны. Грузия – это государство, где существует верховенство закона и защищены права человека. Дело Микоутадзе вызвало серьезные вопросы внутри грузинского общества. У здания главного управления полиции Тпилиси собрались несогласные. Молодежная организация требует прекратить пытки заключенных. Здесь Тпилиси хорошо помнят ужасные кадры со страшными пытками в грузинских тюрьмах. Еще год назад, незадолго до выборов, грузинские избиратели были шокированы этими видео, которые, по мнению экспертов, во многом определили исход голосования. Теперь для грузинской мечты, которая обещала исправить беспредел, дело Микоутадзе – возможность сдержать слово. Марта Ардашеля, Тпилиси, специально для Арт-Виай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова